Всем привет, друзья! Меня зовут Ярик Зорко, я гид и блогер в Австрии. Похожее видео у меня уже было, но вы все время спрашиваете, что-то где-то поменялось, потому самое время его обновить. Сегодня про то, как попасть в Австрию в 2022 году. Коротко, быстро, в виде простых вопросов и ответов. Не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться с ним, с другими туристами, для которых это будет актуально. Подсказка, это актуально для всех. Можно ли в 2022 году приехать туристу в Австрию? Да, можно. Можно из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и вообще любой страны мира. Правила очень простые. По сути, Австрия осталась чуть ли не единственной страной Европы, которая принимает туристов почти без каких-то ограничений. То есть, все, что вам нужно, это прививка или переболеть. И, пожалуйста, въезд свободный, вам не нужно ни карантинов, ни заполнять ничего, какие-то цели визита для бизнеса. Просто берете чемоданы, свою визу или биопаспорт и приезжаете в Австрию. Итак, как же въехать в Австрию? Очень просто. Вам нужно иметь две прививки, плюс сделать перед вылетом ПЦР-тест на родине и показать это все на границе. Второй вариант. Вы можете сделать три прививки. Это две прививки плюс бустер. Ну и третий вариант. Вы можете переболеть вирусом и иметь при себе справку о том, что вы перенесли болезнь. Справки должны быть или все документы должны быть сделаны на английском либо немецком языке. Или так, или так. Вас никто не вынуждает. Если у вас есть QR-код, который читается где-то кроме вашей страны, он тоже подойдет. Например, для украинцев актуально это приложение DIA. Оно работает, все его сканируют, все подходит. Нет причин для того, чтобы не приехать. Никаких карантинов не будет. Никакие формы заполнять не нужно. Просто въезжаете сюда к нам и наслаждаетесь. Какие вакцины принимает Австрия? Австрия в этом плане тоже супер демократично принимает не только вакцины, которые делались в Евросоюзе или там где-нибудь в Америке, а и вакцины, которые производит Китай и которыми имели счастье вакцинироваться жители, например, Восточной Европы. Имейте в виду, что спутника V пока в этом списке нету, но если у вас есть такая прививка, и вы сделали сверху в одной из стран Евросоюза бустер, то есть третью прививку, то это считается, как будто вы вакцинированы правильной европейской прививкой, потому даже со спутником V и с некоторыми ограничениями и дополнениями можно к нам въехать. Список всех вакцин, которые принимаются Австрией, есть в описании под видео. Их-то много. Я думаю, вы точно 100% найдете свою среди них. Какие документы нужны для того, чтобы въехать в Австрию? Вам нужна справка на английском или немецком языке, в котором будет указано тип вакцины, количество доз вакцины, ну и, конечно же, ваше имя. Либо же справка о том, что вы переболели. В Австрии все открыто и все работает. Да, в Австрии все открыто и все работает. Отели, рестораны, музеи, развлечения, горнолыжные курорты, все к вашим услугам. Единственный момент, в закрытых помещениях и в транспорте, и в некоторых других местах вам нужны будут специальные маски. Маски необычные, маски называются FFP2, такая маска с дополнительной защитой. Купить ее можно на родине, либо здесь, как добраться из Украины в Австрию. Очень легко, просто, я бы сказал, даже дешево. Из Украины в Вену летают два лоукоста, это Ryanair и Visear. Также до конца февраля из Киева, прямо сюда, ко мне в Зальцбург, летает авиакомпания SkyUp. Ну и, конечно, никто не отменял классические авиакомпании не лоукосты, это МАУ и Austrian Airlines. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, здесь внизу в комментариях вы можете их задать. Я постараюсь вам на них компетентно ответить. Где узнать больше деталей? Здесь, по ссылке в описании, там и вся необходимая информация. Приезжайте в Австрию, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!